Комплекты защитной одежды, переданные украинскими защитниками, состоят из одноразовых изоляционных халатов, хирургических масок и медицинских шапочек-беретов. В случае радиационной опасности они защитят маленьких пациентов и их родителей и позволят врачам работать без опасений, говорит старшая медсестра детской больницы. Таких защитных комплектов 50 тысяч. Это значит, медики смогут менять спецодежду, не отвлекаясь на мысли, где искать новую. В защитных костюмах можно даже проводить хирургические операции. Костюмы очень хороши в том, что они качественные, не рвутся, они хорошо защищают людей, открытые части тела. Это главное при ядерном загрязнении. Российские оккупанты заминировали и могут взорвать атомную станцию в Энергодаре. В 50-километровой зоне радиационного поражения могут оказаться около 300 тысяч человек, в том числе десятки тысяч детей. Запорожская областная детская больница – одно из ключевых учреждений, готовое принимать таких пациентов. Военные решили помочь врачам. По инициативе командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева больницы передали защитные комплекты. Очень важно знать, что сегодня гуманитарная инициатива командования Объединенных сил при поддержке благотворителей показывает единство армии и украинцев, благотворителей и медиков. Все на своем месте приближают победу. В Запорожской детской больнице военные помогают не впервые. Сотрудничество началось еще в 2016 году. В поисках и доставке гуманитарной помощи оказываются действия иностранные и украинские благотворительные организации. Передача защитных комплектов одежды – проявление солидарности с медиками и бдительности. Тем не менее, будет лучше, если они не понадобятся, говорит представитель благотворительного фонда Александр Деев. Мы надеемся, что они нам не будут нужны для использования. Но все равно я считаю, что нам нужно всем быть бдительными, сознательными, поддерживать друг друга и быть благодарными нашим военным, которые нас защищают каждый день. И все будет Украина. Врачи детской больницы также надеются. В будущем используют защитные комплекты для повседневной работы. Но пока они будут находиться в специальном хранилище. Олег Притыкин, Борис Яковенко для телеканала Freedom.